Всем привет! Сегодня 2 февраля 2020 года и мы отправимся на восхождение на гору Варчкая. Она прям должна говорить так Варчкая. К сожалению, не нашел перевода, если вы знаете, напишите. Скандальная история была с этой горой, потому что там одесские альпинисты зачем-то срезали шлембура. Якобы, что горы должны быть в первозданном виде и очень плохо, когда их там пробивают маршруты и делают всякие удобства для тех, кто не имеет так много снаряжения, френдов, закладок и прочих-прочих железок. Ребят, не надо срезать маршруты, потому что ходят и не такие опытные альпинисты, как вы. Мы пойдем сегодня по этому маршруту, посмотрим, почему он называется сюрприз, узнаете, и все покажем, расскажем. Здесь вам не равнина, здесь климат иной, и тут лавина от назадной. И здесь за камнепаном ревет камнепад, и можно свернуть, обрыв, обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв, обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал, пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись За всю свою счастливую жизнь Десятые доли таких красот и чудес Внизу не встретишь, как ни тянись За всю свою счастливую жизнь Десятые доли таких красот и чудес Нет алых роз и траурных лет И не похож на монумент Тот камень, что покой тебе подарил Как вечным огнем сверкает днем Вершина изумрудным льдом Которую ты так и не покорил Как вечным огнем сверкает днем вершина Изумрудным льдом, которую ты так и не покорил И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря Так лучше, чем от водки и от простуд Другие придут, сменив уют на риск И непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут Другие придут, сменив уют на риск И непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут Отвесные стены, а ну не зевай Ты здесь на везение не уповай В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала Надеемся только на крепость рук На руки другой впитый крюк И молимся, чтобы страховка не подвела Надеемся только на крепость рук На руки другой впитый крюк И молимся, чтобы страховка не подвела Мы рубим ступени ни шагу назад И от напряжения колени дрожат И сердце готово к вершине бежать из груди Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди Очень крутой такой гребневой маршрут с сюрпризом, действительно сюрприз, вот только что был там подо мной У меня запуталась веревка, за скалу зашла, там был спуск, а то резкий набор, и она обогнула скалу, и я немножко растерялся, не знал, что делать, потому что веревка нагружена, а мне нужно идти вверх, а она, типа, такой петлей взялась А друзей рядом нет А никого нет, меня не видно Потом дошло, что надо выдать веревку С командой Выдай! Выдали, и все нормально Подбери Подбери, выдай, да Берила готовы, но лучше не нагружать А в 2002 году, я тут жил в домике лесника, у Громановского Толика, мы как-то прошли Шурочка, Шелпа, помнишь, да, террорист, ну, известный, да, в общем, и мы вот ходили-гуляли, и мне Шелпа мне рассказала, говорит, вот это вот сюрприз, вот тогда еще, зимой, да Я говорю, да давай пробьем, мы пробили его шлембурами, ну, кое-где А сколько ты в Бигволов сходил? Все, и сидишь, закутываешься в полиэтилен, вот так сидишь Это где такое? Это в Каравшине, это Памир-Алай, ну, Таджикистан А какой ты можешь посоветовать Алип-Лагерь? О, я не знаю, Узунко, а он с Димой мы ходили, помнишь, на книгу, красиво, вот мы с Сашей хотим поехать, скажи, Дима, да, какой маршрут красивый? Я бы щип на кирпич, кирпич круто, да Я несколько раз пробовал на высоту, у меня не идет, вообще не идет Я пробовал и на Хантенгри, и на Победу На Победу даже? Да, и на этот, как его, Каштантау, ну, возле Бизингис Кристины, это пятитысячник, ну, на Кавказе Мне так хреново было, вы не представляете А про Победу расскажешь, что там? Это, как бы, не сама Победа, а Трок, ну, короче, Пупырь нашли, надо было назвать, там, в честь 20-летия, там, первопроходка, типа того, да, ну, 5Б, первопроходка Жили в снежной пещере, три дня, да, да, я прошлил все на свете, я тебе говорю, на моем новом спальнике Терзеул этот, Слава, ну, он погиб, и с этим Слобопестриковым, который тоже, кстати, погиб, это мой товарищ был, напарник, вот, резали сало, представляешь, я сказал, ну, вас нахер с вашим альпинизмом Высотном, я уже буду по скалам лазить, вот, и в пещере, вот, представляешь, не в туалет не выйти, нифига, вот, склон, склон, вот, контрафорс, такой, там, пещера, вот, ну, щель такая, да, и вот мы там трое суток, представляете Трое суток, да, это не погода попали, да? Высота, да, не погода была, высота где-то 6, врать не буду тебе, 6, 200 или 6, 300, вот, и на хан, я дошел до 6 тысяч, мне херло стало, я там переночевал в пещерах, еще километр подниматься, и я не пошел, отказался Сказал, не-не-не, это не для меня Пугачев тут тренировался, бегал в респираторе, и все равно ему не помогло это, ни высоту не идет Ну, это предрасположенность, да, если у тебя есть, ты не натренируешь это никак То есть, либо да, либо нет, да, то есть Да у меня, блин, 3,5 тысячи, я помню, обрыгался на этих голометах, где вот на лазе Ну, не обрыгался, ну, это что? Ну, хреново, вот, у меня очень плохо Не, ну, мне было там тоже хреново, я имею ввиду это в больших горах это понятно что в Крыму не берем как бы а вот в больших горах а в Крыму крутые я ходил в гиперборею несколько раз ходил мочом бы несколько раз ходил ну и телошные вот эти гиперборею ты по-моему быстро когда лазил? не мочом бы мы пролезли быстро да за 7 с половиной часов но тогда еще так никто не лазил но самое круто мы пролезли в сказку странствий причем при свидетелях при судьях за час ой да за час двенадцать вдвоем представляете молодцы да очень круто а мы почему занимали места хорошие всегда призовые там хорошо двоечка была потому что не а мы вот там формула какая-то на соревнованиях работала если ты быстро проходишь у тебя большой бал плюс ну вы поняли то есть у тебя как бы и ты за счет быстроты вот этой ну надо рисковать было кое-где надо рисковать а сейчас мы лазим для себя ходим только лазательные пятерки ну может шестерки походим только лазательные ну вот как жпл допустим она лазает вот Дима лазил это его это снаряга тикарь это крюка ноги это или словно там да не надо не дай бог сейчас рассыпешь и уже не сидит не молимся чтобы страховка не подвела надеемся только на крепость рук на руки друга и и молимся чтобы страховка не подвела мы рубим ступени и шагу назад и от напряжения колени дрожат и сердце готова к вершине бежать из груди весь мир на ладони ты счастлив и нем и только немного завидуешь тем другим у подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте комментарии лайки дизлайки все что вы хотите какую-то реакцию обратную связь мне очень важно это для развития моего канала и вообще меня как личности как альпиниста и как оператора высотного это все для меня очень важно поэтому пишите и я все лично читаю отвечаю смотрю